Срулик и Фортран. Прошло пять лет. На первом курсе в Институте природных ресурсов у Срулика появился урок с названием «Языки программирования». Студентов привели в большое помещение, которое, как им сказали, называлось «машинный зал». В нем стояли электронно-вычислительные машины с мигающими разноцветными лампочками. А еще в зале было очень холодно. Из окон торчало не менее 12 бакинских кондиционеров. ЭВМ не функционировали при температуре выше 12 градусов. То есть они работали, но исключительно как печки и выдавали всякую бессмыслицу. «Мы будем с вами изучать язык Фортран», сказал молодой человек в белом халате. У него были длинные волосы и Срулик удивился, как это ему разрешает приходить на работу в таком виде. Это название произошло от английского «переводчик формул». Вы напишите задачи, а наши операторы, парень показал на двух миловидных девушек, сосредоточенно сующих в щели машин какие-то картонки с прорезями, внесут данные в машину и выдадут вам распечатанный ответ. Они языка не знают, просто набирают то, что вы написали. По всем вопросам обращайтесь ко мне. Меня зовут Павел. «А что, мы сами не будем работать на машинах?» – спросил Срулик. «Нет», – ответил Павел, – «только писать. Обращению с машинами надо учиться». Срулик задумался. Ему очень хотелось самому узнать, что же происходит, когда нажимаешь на кнопки, вводя информацию. И через несколько дней, ближе к вечеру, он отправился в машинный зал, дабы попытать счастья. Железная дверь была закрыта. Срулик позвонил. «Чего тебе?» В дверях возник длинноволосый парень. «Распечатку не нашел», – соврал Срулик. «Всем дали, а мне нет. Может, где-то в бумагах валяется». «Это вон там». Павел показал на груду перфорированных рулонов и отошел. Срульк для приличия покопался в бумагах, вытащил на обума дну и подошел к Павлу. «Нашел?» – спросил тот, не глядя на студента. «А это что?» – спросил Срулик, глядя на черный кран, по которому бегали зеленые цифры. «Интранет настраиваю», – ответил Павел. «Да что-то глючит. Не все компьютеры отзываются». «Надо же!» Павел назвал ЭВМ заграничным словом. «Да еще интранет какой-то. Срулик замер». «Нужно связать все компьютеры в сеть, чтобы я мог работать на одном, а информацию получать с другого». «Это очень удобно. Не бегать же каждый раз. Вот смотри». И Павел отбил на клавишах быструю чечетку. «И что?» – Срулик смотрел на зеленые значки. «Ничего, здесь идет обработка задачи». «Ответ там. Пошли». Они подошли к другому компьютеру, на котором высветилось «Hello, world». «Ух ты!» – воскликнул Срулик. «Я тоже так хочу. Пожалуйста». «Ну ладно», – неожиданно согласился Павел. «Но смотри, без моего разрешения никуда не лезть. А это он показал на толстую, растрепанную книгу, на которой по-английски было написано «Кен Томпсон и Деннис Ритчи. Что вы хотели, но боялись спросить о?» Дальше Срулик не понял. «Штудировать, как моральный кодекс строителя коммунизма. Понял?» «Понял», – кивнул Срулик и прижал книжку к себе. «Буду штудировать». «Только», – запнулся Павел, – «учись дома, а в институте Фортран». «Понятно?» «Да», – кивнул Срулик, «я все понял». Однажды Павла срочно вызвали в горком партии. «Поехали со мной», – предложил Срулику. «Понесешь чемодан с инструментами». Шофер покосился на парня, но ничего не сказал и молча отвез их к старинному особняку на горе с окнами, занавешанными зелеными портьерами. На входе их встретил молодой человек в партийной униформе. Черные брюки, белая рубашка с короткими рукавами, черный галстук. «Кто это?» – нездоровая спросила он и кивнул Насрулика. «Мой ассистент. Член партии? Комсомолец». «Хорошо», – принял решение чиновник. «Следуйте за мной». Они шли по бесконечному коридору, выложенному паркетом. От паркета пахло свежей мастикой. Двери, обитые пухлым дермантином, украшали витые бронзовые ручки. Ручки блестели, отражаясь в паркете. Вокруг стояла такая оглушающаяся шина, что Срулик застеснялся подковок на старых ботинках. Наконец партийец остановился возле одной двери, ничем не отличающейся от других, и Срулик подумал, интересно, как он будет стучать, ведь дверь мягкая. Но тот не постучал, а вместо этого нажал малозаметную кнопку, утопленную в стене. Дверь немного подумала и щелкнула. Партийец отворил ее, заглянул внутрь, а потом жестом пригласил войти Павла и Срулика. Сам же зашел после них и остался возле двери. «А-а-а, пришел, дорогой, я тебя с утра жду». В огромном кабинете за массивным письменным столом, покоящимся на львиных лапах, сидел маленький грузный человек в такой же униформе, но с полосатым галстуком. Редкие волосы скрывали лысину, на носу торчали большие очки в роговой оправе, из-за которых виднелись только щеки и уши большого начальника. Перед ним на столе стоял небольшой телевизор, в который начальник тыкал пальцем. Не работает. Утром прихожу, включаю, а он только дергается. Из телевизора вниз под стул шли провода. «Сейчас посмотрим, Гасан Мурзакадырович», – ответил Павел, а срулик удивился. Неужели Павел может чинить телевизора? Да и зачем телевизор стоит на столе? Что, тумбочку некуда поставить в таком кабинете? «Ну, давай, работай, а я пойду покуру». Начальник вылез из-за стола и отошел в сторону. Срулик «Открывай чемодан», – приказал Павел и, развернув телевизор, развернул телевизор лицом к себе. У телевизора был странный экран, и вообще срулик в жизни не видел подобных приборов. Наверное, импортный, подумал он. Не будут же в горкоме смотреть рубины. Зазвонил телефон. Начальник кинулся к нему, что-то ответил, и, бросив на ходу, «Вы тут работаете, меня сам вызывает». Выбежал из кабинета. Молодой партийц остался стоять у двери, внимательно следя за приглашенными. «Странный телевизор», – тихо сказал срулик. «Это персональный компьютер, а не телевизор», – ответил Павел. «Но компьютеры же большие и стоят в машинном зале». А этот, как видишь, маленький, персональный. Павел стал копаться в проводах, для этого ему снова пришлось развернуть компьютер экраном к креслу. «Садись, будешь нажимать на клавиши, как я скажу». Срулик с опаской сел в начальничье кресло и глянул на партийца у двери. Тот и бровью не повел, стоял, как мумия. Павел командовал, срулик нажимал комбинации клавиш, Павел вытаскивал и снова вставлял провода, и, наконец, на экране появилось изображение. Да не зеленые буквы на черном фоне, а настоящая цветная картинка. Это были гонки, как в мультфильмах. Машина неслась вперед, пока не врезала стену, и по экрану проплыли буквы «гейм овер». Вот здорово восхитился срулик, но Павел согнал его с кресла и стал быстро что-то набирать на клавиатуре. Срулик запомнил только первые три буквы формулы. Они были одинаковые – «WWW». На экране показалось сначала как бы лист газеты с цветными фотографиями, но на английском языке. Потом Павел набрал другую комбинацию клавиш, неизменно начинавшихся на «WWW», и газета на экране была уже на русском, но заголовок срулику ни о чем не говорил. Это не были ни правда, ни известие, ни даже любимая комсомолка с кучей орденов. На фотографии в газете была изображена демонстрация, но не такая, как 7 ноября, а другая, как обычно показывают по программе «Время», когда бастуют иностранные рабочие, требуя улучшения условий труда. Вот только лозунги на транспарантах были на русском языке. «Что это?» – спросил до нельзя удивленный срулик, но Павел отмахнулся, мол, не до тебя, дай дочитать. Но этому не удалось. В кабинет вошел Гасан Мурзакадырович, и Павел едва успел переключить экран на машину, разбившуюся в гонке. «Получилось?» – спросил начальник. «Конечно, Гасан Мурзакадырович кивнул Павел. Модом расконектился. Модом, шмодом», – хихикнул начальник. «Я этих слов не понимаю. Ты скажи, три икса работают?» Сейчас посмотрим. Павел набрал что-то вроде «WWWXXS», и на экране, о боже, появились две целующиеся, абсолютно голые девушки с круглыми грудями. И тут Павел заметил срулика, стоявшего у него за спиной. «А ну, брысь отсюда, рано тебе еще!» «Садитесь, Гасан Мурзакадырович, работайте!» «Ах, спасибо, дорогой! Идите, проследи там насчет!» Он обратился к мумии у входа. Мумия кивнула и распахнула дверь. Когда Павел и срулик выходили из кабинета, Гасан Мурзакадырович уже вовсю работал. На его лице застыла довольная улыбка. Оживший партиец провел их другим путем. На выходе Павлу вручили упаковку в прозрачном кульке. Срулик заметил пачку гречки, банку сайры. Обоих заставили расписаться в большой амбарной книге с названием «Режим секретности» и выпустили из ворот. Штофер их не ждал. Но это было даже к лучшему. Срулику о многом хотелось расспросить Павла.